Здравствуйте, друзья! Сегодня в видео речь пойдет о ростовской фенифте, и мы с вами рассмотрим набор открыток 1985 года об этом промысле. Итак, старинный город Ростов-Великий с XVIII века и до наших дней является центром иммольерного искусства в России. С конца XVIII века изделия ростовских мастеров ценились очень высоко и поступали на хранение в Московскую оружейную палату. Фенифтью в Древней Руси называли эмаль – древнейшую технику, применяемую в ювелирном искусстве, а также изящные художественные изделия из различных металлов, декорированные ею. Отсюда и пошло название промысла. Слово «фенифть» греческое и означает в переводе «блестящий камень». При ее создании массу стекольного порошка, разведенного водой, наносят на искусно обработанную металлическую поверхность и обжигают до появления стекловидного слоя. Расписная фенифть – это тончайшая миниатюрная живопись огнеупорными красками по эмалевому фону. Она хрупка, но не боится ни сырости, ни жары, ни времени. В создании большинства произведений принимают участие два человека – это живописец и ювелир, обрамляющий изображение тонким узором металлической филиграни и зерни. До середины XIX века фенифтяных дел мастера создавали преимущественно культовые предметы, такие как накладки на обложки богословских книг, потиры и чаши, митры и посохи, крестики и небольшие иконки. Работы этого времени отличались жизнеутверждающим колоритом, яркой декоративностью и удивительно народной трактовкой сюжетов. А к концу XIX столетия промысел стал вырождаться. На смену уникальным изделиям пришли более простые и шаблонные вещи. Ростовская фенифть возродилась в 20-х годах прошлого столетия. Тогда советский период жизни России сформировал новую идеологию, соответственно, новые формы выражения в искусстве, и при этом сумели сохранить технологии производства и возродили утерянные традиции. Для восстановления промысла много сделал известный советский художник Чихонин, давший новую жизнь забытым приемам и формам XVIII и XVII веков. Он создал интересные работы с росписью цветами по темно-синему фону. Эти мотивы легли в основу многих произведений последующих поколений ростовских эмальеров. В 60-х годах XX века ассортимент выпускаемой продукции расширили. Фенифтяные миниатюры стали изготавливаться в сочетании со сканью. Скань – это кружево из проволоки, собранное терпеливыми руками мастера-ювелира. Каждый элемент ювелирного рисунка скручивается вручную и приклеивается на бумагу. А далее весь собранный узор посыпается серебряным порошком припоем и спаивается газовой горелкой. Благодаря сканной оправе наладилось массовое производство различных ювелирных изделий с живописной эмалью. Мастера создавали и создают самые разнообразные изделия. Это не только миниатюрные пудреницы, коробочки, броши, кулоны или серьги, но и более крупные пластины, плашки и даже панно. На эмалевых панно в манере древнерусской живописи художники воссоздают эпизоды легендарных битв в русских воинах с иноземными захватчиками, сценки народной жизни, фольклорные сюжеты, романтические панорамы Ростова-Великого, лирические пейзажи и композиции на современные темы. На изящных ювелирных украшениях под кистью мастера расцветают букеты из полевых цветов, сочные георгины, венки из ромашек и колокольчиков. Каждая работа художников-мастеров становится подлинным произведением декоративно-прикладного искусства, поэтому не случайен успех Ростовской фенифти. Красочное, одухотворенное искусство Ростовской фенифти, уходящее корнями в народное представление о прекрасном, продолжает дарить радость людям и поныне. Ростовской фенифти Ростовской фенифти Ростовской фенифти Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok